Победа в финале ЧМ 1966 сборная Англии отметила в Ройл-Гарден хотел. В то время как нарядные жены футболистов томились в вестибюле на балкон вместе с командой поднялся какой-то человек с собакой. «Я никогда не видел столько злых и завистливых женщин», признался Дэйв Корбет, хозяин дворняжки по кличке Пэй Каэлзэ, в переводе с английского «шалопай». «Я чувствовал себя неловко, собака так перенервничала, что сделала лужу на дорогом ковре». Корбету никто не сказал ни слова, потому что для англичан он и его собака – герой нации наравне с футболистами. За три месяца до начала чемпионата мира в Англии британцы получили Кубок мира от действующих обладателей – бразильцев. Трофеи Жюля Римми доставили в Лондон и выставили в центральном холле Вестминстерского аббатства. Чемпионский кубок из позолоченного серебра и озурита, изображавший древнегреческую богиню-победаннику, застраховали на 30 тысяч фунтов и заперли в стеклянной витрине под присмотром сотрудников охранного агентства. В соседнем зале из Кубка мира проходила выставка дорогих марок, но 20 марта ее закрыли для посещения. Комнату заперли на деревянный засов и поручили охранникам, которые присматривали за трофеем Жюля Римми. В тот же день этажом ниже проходила церковная служба – аббатство посетило более 300 человек, чем и воспользовался похититель. Охранники совершили плановый утренний обход в 11 часов и отлучились на полчаса, чтобы взглянуть на службу. В это время со стороны комнаты, где хранились марки, грабитель подпилил засов, пробрался к стеклянной витрине и стащил Нику. Пока горе сторожа оправдывались и готовились к увольнению, у сотрудников Британской Федерации футбола началась истерика. Главу организации Джо Мерса госпитализировали после новости о пропаже трофея, у него подскочило давление. На поиски украденной реликвии бросили всех полицейских Лондона, а правительство пообещало награду 10 тысяч фунтов. Через два дня объявился похититель, потребовавший за кубок мира 15 штук, для меня это всего лишь большой кусок золота. Если я не получу ответа до четверга или, самое позднее, пятницы, я буду считать это согласием на переплавку этой штуки, такую угрозу получил Мерс в письме от преступника. Грабитель назначил встречу в парке Беттерси, на нее вместо Мерса отправился детектив Скотланд-Ярда Лен Баги, набивший сумку котлетами из бумаги, поверх которой положил купюры в 500 фунтов. При передаче денег полицейские задержали ранее судимого Эдварда Бетчли, но он оказался всего лишь посредником, ему заплатили, чтобы он забрал деньги. Бетчли отправился на два года в тюрьму, а англичане приготовились к национальному провалу и позору на многие годы, спасение пришло случайно. На следующий день после поимки посредника 26-летний житель Норвуда, запад Лондона, Дэйв Корбетт отправился на прогулку с собакой Пиклзом. Дэйв шел в гости к сестре, но по пути пес дернул поводок и рванул в росший у дороги лавровый куст. Собака выгребла на тротуар сверток бумаги, громко залаяла, испугав хозяина, в то время Англию терроризировала ирландская республиканская армия. Моя первая мысль, господи, это уже бомба, сначала я положил сверток обратно, но от него оторвался кусок газеты, и я увидел надпись «Бразилия, Германия, Уругвай», побежал домой и сказал жене, дорогая, я нашел кубок мира, не поверил удачи болельщик Кристалл Палас. Водушевленный мужчина прилетел в Скотланд-Ярд, но там ему сначала не поверили и сделали главным подозреваемым, меня проверяли неделю. К счастью, подозрения сняли, после чего я и Пиклзе почувствовали себя кинозвездами. Даже больше собака, чем я, от этого мне было немного обидно, испытал смешанные чувства Дэйв. Вокруг его дома толпами бродили журналисты, Корбет вместе с собакой посетил телевизионные шоу и радиопередачи и много раз рассказал в деталях о случае, навсегда изменившем его жизнь. Из обещанных правительством 10 тысяч фунтов вознаграждения Дэйв получил лишь 6, их хватило, чтобы купить новый дом ближе к центру столицы. Для сравнения, премия каждого игрока сборной Англии за победу на чемпионате мира составила 1360 фунтов. Большая часть славы и в самом деле досталась Пиклзу. Пес заслужил медаль от Нарциональной лиги защиты собак, пожизненное питание и снялся в фильме «Шпион с холодным носом». Пес недолго радовался сытой жизни, его погубило раздражение к кошкам. В 1967-м маленький сын Корбетта отправился с псом на прогулку и отпустил поводок, когда собака услышала «мяу» за углом. Через час пса нашли в парке, он запутался в расщелине между деревьями и скончался от удушья. Не лучшая судьба ждала и кубок Жуля Ринни. В 1983-м его выкрали из штаб-квартиры Бразильской Федерации Футбола. На этот раз он пропал навсегда. Другие тексты Руслана Хрипуна у «Арсенала» «Собачья будка» в сравнении с нашей ареной. Ультра-современный дом Тоттенхэма «Я люблю мужчин и женщин, но женщин больше» «Боксер-бисексуал, убивший соперника за оскорбление». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова